Вот из этой фразы вы поняли, что это должны быть навыки, это значит, что это приобретенное, это значит, что этому можно научиться, это можно развить себе, это можно. И успех, успешность определяется тоже вам, да, мы об этом говорили на первом понятии, что это ваше понятие успеха, я перед собой должен быть успешным, и неважно, что это такое, езжу я на ламборгини, или я пешком хожу на работу, но мою, на любимую работу, я счастлив, я считаю, что я добился успеха, вот что важно. И поэтому тут то же самое, я ходила, но мало, почему, кто тебе сказал, что мало? Для полутора-двух минутного выступления не надо же тут круги нарезать, зачем? Имеется, это другое, да, смена небольшая там картинки. Понятно? Поэтому тут молодец, попробовала, по крайней мере. Есть очень такая золотая середина, не обязательно, если я вам говорю о том, что должна быть жестикуляция, это не значит, что она должна быть, да, то есть, ты симофорик, ты должен работать вентилятором, нет. Имеется в виду, делать акценты, да, на нужных вещах. Когда ты проговариваешь речь, вообще, очень большие люди, вот так, перед выступлением, и так далее, они не просто прочитывают свою речь, а они выделяют какие-то основные слова, на которые надо сделать упор. Когда мы с вами говорим о семь навыков успеха, что самое главное в этой фразе? Навык. Навык и семь. Успехов. И успех, ну конечно. И неважно, сколько мы с вами пройдем, семь или семьдесят семь, сколько я успею вам это рассказать. Она с таким скверным характером, она больше боевая кошка, нежели такая домашняя, милая. Она постоянно царапается, и в основном, мне кажется, это из-за того, что у меня дома есть еще брат-сестрой, который постоянно ее мучает. Мне не сама жалко, длинную кошку, которую тебя тягают за лапой, кидают в стенки. Мне ее, честно, жалко. Но она тоже умеет давать отпор. Да, у меня от нее шрам остался. Спасибо.